Что у человека представляется в голове, когда говорят слово «музей»? Конечно, для большей массы людей музей – это заведение, в котором каждый сможет оккультуриться, узнать что-то новое. Но существуют такие музеи, которые под эти критерии не подходят. Учреждение расположено на набережной, находящейся рядом с мостом Альма. С помощью него можно проследить историю канализации Парижа от первых тоннелей Гюго-Абрио, появившихся при правлении Карла V, до нынешней сети канализаций, а также просто прогуляться по тоннелям разной ширины. Очевидно, чтобы попасть в музей, придется спуститься под землю. Семь самых странных идей для отдыха со всего мира эта галерея находится в штате Массачусетс. Основная цель галереи плохого искусства – показать людям картины художников, которые не принял ни один музей. Учреждение обладает примерно пятьюстами картинами, но в силу маленькой площади может показать посетителям не более сорока за одну выставку. Один из самых жутких музеев мира. Заведение для многих неприятное. Основал его в XIX веке Чезаре Ламброза. Чезаре думал, что наклонность к криминалу обуславливается формой черепа, поэтому он начал коллекционировать головы преступников, ненормальных, военных и простых людей. На данный момент музей насчитывает более 400 черепов. Десять самых разочаровывающих достопримечательностей со всего мира это учреждение насчитывает около 16 тысяч прядей волос разных женщин. Каждая прядь имеет листок с информацией женщины. Волосы покрывают большую часть музея. Единственная часть, где их нет, это половина. Данное заведение является первым музеем в России. Учреждение содержит экспонаты предметов, использовавшихся в целях науки. В настоящее время здесь хранятся экспонаты человеческих отклонений, так называемые «уроды». Учреждение посвящено истории лапши быстрого приготовления, автобиографии ее создателя Мамафу Куанда. Оно обладает множеством экспонатов. Например, посетители сами могут создать емкость под блюдо, собственноручно приготовить лапшу. Наверное, каждый человек хочет быть красивым, особенно это касается женщин. Данное учреждение в Миллаке повествует о том, к каким методам прибегали люди, чтобы стать красивее. Там представлены различные скульптуры и изображения людей, которые пошли по своему методу становления личной красоты. В этом музее собраны тысячи унитазов, писсуаров и все предметы, которые необходимы при посещении туалета. Столь необычное заведение имеет унитаз, произведенный до нашей эры. Кроме того, в некоторых комнатах присутствуют искусственные запахи, имитирующие естественный запах туалетной комнаты. Все описанные музеи являются очень специфичными, поэтому предназначены для узкой аудитории. Ставь лайк и подписывайся на наш канал.